Всем привет! В российских наполеоновских, то есть путинских, планах есть изменения. Теперь он не просто хочет захватить восточную и южную часть Украины, даже не всю Украину, а он снова планирует пойти войной против НАТО и ударить по Китаю ядеркой. По секрету сам скажу, да, обязательно будем это делать. Итак, аналитики института изучения войны считают, что восстановление московского и ленинградского военных округов ВРФ свидетельствуют о подготовке Путина к возможной грядущей ширкомасштабной войне против стран НАТО. Соответствующий указ Путин подписал 26 февраля. Отмечается, что округа позволят РФ одновременно оптимизировать командование и управление в войне против Украины, а также противостоять НАТО в долгосрочной перспективе. Потомки Наполеона понимают, что диктаторы они немного помешанные, поэтому с их заявлениями нужно ухо держать в остро. И 26 февраля Макрон сообщил о совместном осознании европейскими странами необходимости быть готовыми к возможному нападению России в ближайшие годы. Мы им об этом говорим уже два года, но... И, как отметил посол Литвы в Швеции Линас Линкеричус, ответ НАТО будет мощным. Если Россия решится бросить вызов НАТО, Калининград будет нейтрализован. Первое. Предыдущее лживое обвинение России в том, что она окружена НАТО, теперь становится реальностью. Но если противостояние стран ЕС и России на фоне Украины уже обыденность, извините, то заявление, что Россия в случае чего готова ядеркой ударить по Китаю, по своему ныне международному партнеру, выглядит свеженьким. Так вооруженные силы РФ трепетировали применение тактического ядерного оружия на ранней стадии конфликта с большим мировым государством. И согласно утечке информации, речь идет о Китае. Более подробно об этом говорится в материале Financial Times. В секретных документах с 2008 по 2014 год описываются критерии для потенциального ядерного ответа от вторжения врага на территории РФ до более конкретных триггеров, таких как уничтожение 20% российских стратегических подлодок с баллистическими ракетами. Несмотря на то, что документы датируются 10 годами и более, эксперты утверждают, что они по-прежнему актуальны для современной российской военной доктрины. Материалы учений показывают, что восточный военный округ России отрабатывал многочисленные сценарии, изображающие именно китайское вторжение и полное подавление с их стороны с помощью ядерки. В голос они сражаются с НАТО, отрабатывают вторжение со стороны Китая и готовятся к размещению ядерного оружия в космос. Кто-то этому сумасшедшему скажет, что его ждет палата номер 6 уже давно. Хотя, подождите, место в палате еще нужно оплачивать. Может быть, странные летательные аппараты, которые были замечены над Донбассом, прилетели именно за сумасшедшим дедом, ищите его немного севернее, там звездочка на крыше красная. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пишите комментарии, мы их тоже читаем. Правительство России на полгода запретит экспорт бензина с Российской Федерации. Огромная нефтяная держава не в состоянии обеспечить себя нефтепродуктами. Почему? Разбираемся. Причина первая – атаки украинских беспилотников. 25 января сообщалось об атаке на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. А 21 января украинские дроны нанесли удары по порту Вусь-Луге в Ленинградской области. На газовом терминале компании «Новотек» целые сутки не могли потушить пожар. В ночью был нанесен очередной удар по российской нефти. Это горит Туапсе, нефтеперерабатывающий завод. А это Брянская область. Уже вторые сутки не безуспешно пытаются погасить. По данным российской стороны задействованы пожарные поезды и более 20 машин специального транспорта. То есть все заявления предварительные российского Министерства обороны о том, что силами ПВО был сбит украинский беспилотник, тут как минимум заявление контроверсийно. Либо российская ПВО отработала именно по Брянскому нефтеперерабатывающему заводу, либо все-таки факта сбития украинского беспилотника не было, и он благополучно долетел до места поражения. Вот список российских НПЗ, поврежденных украинскими БПЛА. Общая мощность переработки атакованных заводов – 68 миллионов тонн нефти в год. Этот список составили сами россияне. На географию чрезвычайных происшествий мне лично совершенно не нравится, потому что от Балтики до Волги. Вторая причина запрета на экспорт российского бензина – на НПЗ и нефтебазах все чаще ломается импортное оборудование. А заменить его нечем, ведь вся российская глубокая нефтепереработка построена именно на иностранном оборудовании, а его России больше никто не продаст. Держим вас в курсе событий. Как думаете, что это? Нет, это не очередь в туалет или за колбасой. Это так сегодня в Тирасполе, во дворце республики, как они его увеличают, проходит седьмой съезд депутатов непризнанного Приднестровья. 600 человек из городских, районных и сельских советов приехали, чтобы вернуться в прошлое. На фоне флагов СССР якобы политическую и социально-экономическую ситуацию обсуждают. Как вы думаете, почему у них все так плохо? Как заявляют эти псевдодепутаты, живут они в неразвивающемся псевдогосударстве в связи с усиливающимся экономическим давлением Молдовы, которую они не хотят возле себя видеть. А они с трибун говорят о какой-то экономической войне, которую якобы Молдова развязала против Приднестровья. А действия Кишинева бьют по бюджету. Да, так и есть. В том, что они живут, простите, в... Они не винят русский мир, они винят Молдову. Ничего вам не напоминает? Тут же так легко проводить параллели. В том, что Донбасс утонул в мусоре, нищете и развитии. Там не то, что остановилось, оно вернулось в 90-е. Виновата Украина, при которой Донбасс свел. «Русский мир — это хорошо», — кричат они. Сами не осознавая, что русский мир с ними это и сделал. Но Путин и его помощники все продолжают вкладывать деньги в пропаганду, чтобы мозг работал исключительно на российское кремлевское полушарие. В общем, Приднестровье решило написать заявление об ущемлении во всей инстанции спустя 30 лет. Помощи не просят у ООН, Красного Креста, Европарламента, ОБСЕ, чтобы те наказали Молдову. За что? Да они сами не знают, за что. Ущемляет она их. И знаете, кто за этим всем стоит? Естественно, Россия. Они заявили, что именно Россия является гарантом и посредником в переговорном процессе. В заявлении этих псевдодепутатов между строк читается угроза эскалации конфликта. Тирасполь и Кремль уж точно прописали план. Институт изучения войны уже писал, что представители непризнанной власти могут организовать фейковый псевдореферендум. Это то, что нужно Путину. Завтра Путин выступает со своим ежегодным обращением к российским законодателям. И есть такое ощущение, что он решит спасти и Приднестровье. Ну что ж, посмотрим. Будем следить за ситуацией, поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить.